Добрый день, меня зовут Александр Касаткин. Я Александр Белов. Начнем. Вот и я собралась и пришла на первую тренировку. Кроссовки смело оставляйте дома. Капуэйрой принято заниматься только босиком. Ноги должны непосредственно касаться земли. Это поможет сохранить равновесие и не упасть случайно. Кстати, насчет падений. Пока гениально не овладеете техникой, лучше одеваться во что-то немаркое. Боевое искусство капуэйра активно развивалось в Бразилии еще в 19 веке. Но история возникновения уходит своими корнями в Черный континент. Рабам, привезенным из Африки, строго-настрого запрещали совершенствовать свои навыки и наборство. Но, как говорится, голь на выдумке хитра. К традиционным приемам добавили танцевальные па и появилась капуэйра. Сегодня капуэйра включает в себя одиноборство, танец и элементы акробатики. В общем, если ты, красноярец, хочешь надолго оторваться от земли или даже сделать шпагат в воздухе, тебе сюда. Уж замуж не втерпешь. Мне это легче, я очки ношу. В наш век дефицита мужчин, на что только не готовы пойти красноярки, чтобы заполучить очередного поклонника. А иногда даже приходится делать вот такое вот движение. А как это происходит? Выход найден. Да не так, ну кто ж так ходит? Хорошо, что учителя профессиональные попались и советы додельные могут. Мысленно зажимаем карандаш между ног и стараемся его не уронить во время ходьбы. Тут красноярка, как в спорте, попотеть придется. Можно и на индивидуальные занятия походить. В начале первые уроки, они будут совмещаться с психологическим погружением себя, в свое тело. Вот так, дорогие девушки, в жизни часто происходит. Так что помните, в угол, на нос, на предмет. В угол, на нос, на предмет. Юлия, дежурная по рубрике. В угол, на нос, на предмет. Нет, я запуталась. Это не медитация. Отнюдь не медитация. Но это все равно, что спать в противогазе или спать в презервативе. Ой, вот оно счастье. А чтобы друзья в обиде не оставались... Недавно в нашем городе открылись специальные курсы обольщения. Фитнес, тренажерные залы, танцы. Где из простых девушек делают коварных соблазнительниц. Нет, такой сон вряд ли здоровым назвать можно. Хроническое недосыпание – беда нынешнего ритма жизни. И многие проблемы нашего организма и нервной системы связаны именно с этим синдромом. Самой с таким вопросом справиться сложно. Ладно, теперь домой можно. Завтра ведь нам опять на занятия. О, вот сейчас и на нем все я пробую. Алло, Тамара? Ты не представляешь. О, сюжет? Какой сюжет? Ой, уснула. Валентина, дежурная по рубрике. На сегодня это все инструкции. Меня зовут Александр Белов. Меня зовут Александр Касаткин. И мне кажется, что лучше меня вряд ли будет... И мне кажется, что лучше меня... Что лучше меня вряд ли будет кто-то лучше вести эту программу «Красноярс. Инструкция по применению». Так что до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова